Добрый вечер! Еще раз делаем краткую запись сегодняшнего урока от 23 декабря, ноября. Что мы проходили сегодня? Сегодня мы проходили более углубленное понимание того, как работать с размерами, с measurements. Потом мы проходили, что такое слои, как с ними работать. И третье, что мы делаем, мы чертили план квартиры, и мы учились, как действительно строить планы. Итак, начнем разбираться с размерами. Помните, что в прошлом уроке мы посмотрели, что если взять карандаш, нарисовать линию, то вот здесь внизу будут появляться размеры этой линии. Давайте вспомним, что нужно первым делом выставить window, модуль info, decimal, сантиметры и 1.0 после запятой. Ctrl-A, Delete. Что мы делаем еще? Давайте еще раз начертим нашу линию, посмотрим, что у нас 127 см. Какая у нас теперь есть опция? У нас есть возможность навести правой кнопкой на эту линию, нажать правую кнопку, и у нас откроется вот такое контекстное меню, в котором у нас есть несколько опций. Давайте еще раз посмотрим. Опция Entity Info, это опция, которая показывает, что происходит, общая информация о нашей модели. То есть у нас линия, которая расположена в слое 0, ее длина 132,7 см. И, в общем-то, здесь мы можем эту длину менять, если мы напишем, например, 500, Enter, наша линия удлинилась на 500 см. Что такое layer 0 и что такое слой 0? Смотрите, точно так же, как в книжках есть страница 1, страница 2, страница 3, точно так же и в скетчупе, и в других программах, с которыми мы будем работать, в автокаде, например, или в фотошопе, там тоже есть слои. Слои, это как бы, представьте себе, как будто вы берете листик, накладываете сверху на листик и сверху еще на третий листик, и все эти листики полупрозрачные, так что, если мы что-то нарисовали на каждом из них, мы видим все три слоя. А если мы хотим видеть только один слой, мы два убираем и видим только один. Для чего нам это нужно в скетчупе? Например, если мы строим дом, и мы хотим убрать одну стенку, которая мешает нам видеть хороший обзор, мы просто создаем на нее отдельный слой и этот слой отключаем. Давайте посмотрим, как это работает. Вот наша панель слоев. Если мы нажмем на стрелочку, мы увидим, что у нас здесь есть всего один слой, он называется слой 0. По умолчанию скетчуп открывает всегда слой 0. Если мы нажмем на эту штучку, здесь как будто много листиков, наложенных друг на друга, это называется Layer Manager, управление слоями, мы открываем, открывается у нас такая панель. Если мы создадим, нажмем на плюс, мы создадим еще один слой. Давайте нажмем на слой стена. Смотрите, у нас есть вот такие кружочки. То есть там, где стоит посередине черная точка, тот слой рабочий. То есть сейчас мы с вами находимся в слое Layer 0, в слое 0. Если мы хотим перейти на слой стена, мы нажмем вот здесь и там, где стоит черная точка, там мы и находимся. Теперь что у нас еще здесь есть? У нас здесь есть галочки, которые показывают, что эти оба слоя видимы. Если мы уберем, смотрите, уберем галочку, наша линия, которую мы нарисовали в слое 0 пропала. Мы галочку включили, она появилась. Галочку выключили, она убралась. Окей, то есть это позволяет нам регулировать слои, которые мы хотим, чтобы они были видимы, а другие, которые мы хотим, чтобы они были невидимы. Еще один вопрос. Мы можем переносить вещи из слоя в слой. Например, я нажимаю на правую кнопку, нажимаю на Entity Info, и почему-то он мне не дает. Сейчас, секунду. Еще раз. Entity Info. Он мне показывает, что эта линия находится в слое 0. Я хочу ее сейчас перенести во второй слой, который мы создали, который называется Стена. Я нажимаю на Стена. Все, теперь эта линия находится в слое Стена. Если я зайду сюда и отключу слой Стена, то она исчезнет, потому что мы ее перенесли в слой Стена. Важный момент. Нельзя сделать невидимым тот слой, который сейчас рабочий. Сейчас рабочий слой номер 0, потому что вот здесь стоит точка. Он рабочий. Если я сейчас нажму сюда, он мне напишет, что вы не можете спрятать этот слой, потому что он рабочий. Значит, выключать можно только те слои, которые не рабочие. Если я хочу убрать слой 0, я сделаю вот так. Более подробно мы будем излучать это дальше. Пока вы просто должны знать, что такая опция существует. И когда мы заходим, давайте вернемся сюда, в правую кнопку, когда мы нажимаем правую кнопку, мы видим, что у нас здесь есть модель, где можно менять слой, в котором она находится, и ее длину. Дальше, если мы нажмем еще раз правую кнопку, у нас есть опция Arise, стереть. Вот я нажала, настерлась. Ctrl-Z. И еще у меня есть опция Hide. Hide – это спрятать. Я нажала, она тоже исчезла, но она исчезла не по-настоящему, она просто стала невидимой. Если я... У меня есть специальная опция, которая показывает спрятанную геометрию. Мы это будем изучать позже, сейчас это вам не нужно. Следующий вариант, что у нас есть в правой кнопке, у нас есть Divide. Divide мы с вами проходили на прошлом уроке. Он дает возможность разрезать эту линию, насколько я хочу частей. Если я разрезала ее вот так, то теперь из каждой этой точки я могу нарисовать. То есть, смотрите, я медленно беру, веду карандашом. И как только я дохожу до зеленой точки, вы помните, что зеленая точка – это End Point, End Point – это конечная точка, я могу из нее что-то нарисовать. Я опять иду дальше, иду, иду, иду. Зеленая точка я могу нарисовать. Помните, что голубая точка – это середина, красная точка – это ничего, просто на линии. Зеленая точка – это конечная часть. Зеленая точка – конечная часть. Например, я хочу нарисовать забор. Как я это сделаю? Я просто соединю вот эти все точки между собой, и у меня получился забор. Окей? Эта функция нам может пригодиться в некоторых вещах, когда мы строим мебель сами. Так, я все убираю. Ctrl-A и Delete. Следующее, что мы с вами будем проходить – это дуга. Дуга находится вот здесь. Это инструмент, который работает при помощи трех точек. Начало, конец и высота. Смотрите, что мы делаем. Когда я выбрала этот инструмент, и еще не нажала ни на что, вот здесь внизу, и у вас это может быть справа или слева, у меня появляется один из размеров – это сайдс. Сайдс – это части. То есть это количество линий, из которых сложена дуга. То есть, если я делаю так – раз, два, три, то моя дуга будет сложена из 12 линий. Вот эти линии – раз, два, три. Вы видите, у каждой из нее есть End Point. Я могу поменять количество палочек, из которых сложена моя дуга. То есть я иду сюда, и дальше я и говорю. Я могу написать. Например, я хочу, чтобы моя дуга состояла из трех линий. Я пишу 3. Смотрите, сюда вниз. 3. Я пишу 3 и буковку S. S. 3… Ой, у меня русский язык. Извините, но перейти на английский. 3S. Enter. Посмотрите, теперь моя дуга как бы состоит из трех. Дальше я должна выставить ей высоту и длину. Как я это делаю? Смотрите, у меня здесь внизу появилась теперь балч. И он пишет, например, 124 см. Я хочу, чтобы длина моей дуги была, например, 200. Напишу 200. Enter. У меня получается такая дуга, что если я померю отсюда до сюда, у меня получается 200. 200 получится, если я нарисую полностью целый круг. Еще один момент. Если я поменяла в Sides, да, еще раз я беру дугу. И я смотрю, сайз у меня теперь 3. Каждый раз, когда я буду открывать скетчуп и буду пытаться нарисовать дугу, он мне будет давать ей трехстороннюю дугу, которая стоит из трех полосочек. Мне это не нужно, поэтому я возвращаюсь обратно к 12 полоскам. Что я делаю? Я пишу 12S. Делаю Enter. Это нужно делать, когда я уже нарисовала дугу. И вот теперь я пишу 12S. Enter. И моя дуга вернулась быть 12 сторон. Для чего это нужно? Если я рисую какой-нибудь красивенький пуфик, у которого есть 12 сторон, который круглый, который я хочу показать близко. Если он состоит из 12 сторон, посмотрите, он совсем-совсем, особенно если он большой, видно прям эти углы, которые между сторонами. Это очень некрасиво. Поэтому, когда я буду рисовать такой пуфик, я сделаю ему обязательно 50 сторон, например. 50S. Enter. Посмотрите, сейчас он выглядит почти как настоящий круг. Окей? То есть, чем больше граней у этой дуги или круга, в круге тоже самое происходит, тем более круглым он выглядит, но тем он тяжелее. То есть, мы должны с вами понимать, что если я делаю картинку, где где-то далеке стоит ваза, которую я создала, то совсем не обязательно давать ей 50 граней. Что она вполне может оставаться из 12, потому что это видно, издалека не будет видно. Но если я показываю, что это близко, то да, надо добавить грани. Окей, с этим разобрались. Дальше. Давайте теперь еще раз нарисуем нашу дугу и нажмем на нее правой кнопкой и посмотрим, что здесь нам дает. Когда мы заходим в Entity Info, мы опять же видим, в каком слое она сделана, какой у нее радиус и сколько в ней сегментов. Помните, что мы сделали 50, я вернусь на ее обычные 12, потому что я не хочу, чтобы каждый раз он мне делал тяжелые эти. И радиус, например, я попробую поменять на 200. Вот что у меня получилось. Окей. То есть, отсюда я могу менять, пока она не превратилась в трехмерную вещь. Как только она станет трехмерной, все это менять уже будет нельзя. Давайте посмотрим еще что-то. Давайте соединим ее карандашом. Закроем Entity Info, соединим карандашом две этих части. Поднимем вверх Push and Pull. И возьмем Move. Заметьте, я не трогаю сейчас Select, я ничего не выделяю. Я сразу беру Move и я начинаю ее двигать. Я могу ее двигать, как я захочу. Если я хочу двигать... Ctrl-Z. Если я хочу ее двигать, делать ее конусной, я должна найти серединную точку ее. И тогда я смогу двигать ее вот так. Могу даже вывернуть наружу. Окей. То есть, для этого я должна была найти именно зеленую точку, которая соединяет между... Ровно середину этой дуги. Что еще важно знать? Еще один важный момент. Если я рисую дугу и мне для чего-то нужна середина ее окружности. Например, раз, два, три. Нарисую вот такую большую. Мне нужно найти, где середина той окружности, которую описала бы эта дуга, если бы она была кругом. Что я делаю? Я нахожу вот эту середину этой дуги, как мне кажется, плюс-минус, где она должна быть. И тихонечко веду к середине окружности, как мне кажется, где она должна быть. Видите, появляется черная точка, которая называется центр. Вот это и есть середина этой окружности, которую описывает эта дуга. Окей. То есть, я могу от нее провести еще что-то, что я хочу. Или карандашом даже соединить то, что мне нужно. Окей. Тот же пример, если я делаю наоборот короткую дугу. Короткую. Где будет середина этой окружности. Эта окружность какая-то большая. И где-то вот здесь в середине будет ее центр. Давайте попробуем ввести сюда. Мы идем, идем медленно, медленно, медленно. Еще раз. Она должна показывать нам зеленую линию. Вот она, зеленая линия. Где-то здесь должен быть ее центр. Вот он. Окей. То есть, отсюда я могу уже провести что-то. Окей. Это не такая важная функция, но иногда она очень нужна. Дальше, что мы еще должны знать. Давайте разберемся с прямоугольниками. А, вот мы еще что забыли разобрать. Что у арки, если мы опять же наводим правую кнопку, у нас есть то же самое, что мы видели и в линии. У нас есть entity info, информация по ней. У нас есть стереть, у нас есть спрятать. У нас есть divide, да, если мы хотим разделить ее на какое-то количество вещей. Все то же самое. Теперь прямоугольник. Вот мы нарисовали прямоугольник. И мы заходим в него в правой линии. У нас появляется entity info. Смотрите. Он нам дает возможность перенести из слоя в слой. И он показывает нам area. Area это площадь. Она выделена серым цветом. Это значит, что мы ее менять не можем. Поэтому с прямоугольником делать почти ничего нельзя. Правой кнопкой можно стереть, можно спрятать. Еще одна важная вещь это reverse faces. Дальше мы с вами будем изучать это более подробно. Но в общем-то reverse faces это дает нам возможность. То есть у каждой поверхности есть лицо, есть изнанка. Изнанка серого цвета, лицо белого цвета. Если я хочу поменять лицо изнанку, я иду правой кнопкой, нажимаю его, делаю reverse faces. И поменялась сверху, стала белая, внизу серая. Для чего это нужно, мы будем с вами изучать потом. Просто чтобы вы знали, что когда мы будем работать в обрабатывающей программе, такой как V-Ray, она не всегда видит серые поверхности. Она не всегда видит изнанку. Она хорошо видит только переднюю часть и делает ее красивой. То есть просто чтобы вы знали, что здесь есть такая опция. И у нас есть еще ориент faces. Еще раз давайте мы сделаем из этого квадрата прямоугольник. Смотрите. Когда я сделала прямоугольник, то есть еще раз обратите внимание. Сейчас он дает здесь серый, здесь белый. Почему? Потому что он заранее считает, что я буду из этой вещи делать трехмерную. И тогда снаружи она вся будет белая, а внутри она вся будет серая, потому что он как бы к камере пытается расположить ее так, чтобы она была белая. Итак, вот сейчас он внутри, снаружи весь белый. Если я зайду внутрь, он весь будет серый. Посмотрите. Я захожу внутрь. Вот. Внутри он весь серый. Снаружи белый, внутри серый. И если я нажму правой кнопкой и сделаю reverse faces, я поменяю это лицо, сделаю серым. А теперь я хочу, чтобы он весь стал серым снаружи. Я нажимаю rein faces, и теперь все остальные поверхности поменяли вслед за выделенной стали серым. А теперь я зайду внутрь, и внутри он будет белый. Посмотрите. Внутри он стал белый. Окей. Дальше мы будем работать с этим более подробно. Так. Delete. Следующее, что мы с вами делаем, это окружность. Окружность работает так же, как и арка. Помните, первая точка это середина окружности, и вторая точка это радиус ее. Если мы нажимаем правой кнопкой на окружность, мы опять же заходим в entity info. Смотрим, в каком она слое находится, какой у нее радиус, и сколько сегментов. Сегментов у нее 24 по умолчанию, то есть это как бы две дуги 12 плюс 12. Мы опять же можем здесь поменять на 100, например. И она стала очень красивой, но я поменяю обратно, потому что не часто пользуюсь такими вещами. Окей. То есть опять же мы можем поменять здесь радиус на 300, например. И вот он наш круг увиделся. То есть это очень тоже удобный инструмент пользоваться изменением прибора, изменением размеров через entity info, пока это не трехмерный объект. И опять, если я нажму правую кнопку, у нас здесь есть то же самое. Arise, Hide, Divide. Если я нажму Divide, здесь будет то же самое. Все то же самое. Если я подниму это вверх, и возьму Move, то я могу это двигать. Я могу двигать так. Я могу двигать так. Если я не буду менять количество количество сторон, то я смогу двигать... Ой, не отключился скетчуп. Извините, я включу заново. Одну секунду. Сейчас он поднимется. Значит, если я возьму круг, нарисую, подниму его, и Move подойду сюда, то я могу его двигать. Могу его двигать в разные стороны. Следующее, что мы делали. Полигон. Полигон это... Вот эта опция. То есть, это, собственно, практически круг. Тот же самый круг, у которого сразу прописано, что у него 6, например, граней. И мы точно так же, как круги, мы можем написать, что мы хотим не 6, а, например, 12 граней. 12, S, Enter. Вот он у нас получился. Многоугольник. 6... 12-ти угольник. И если я найду правую кнопку, здесь будет все то же самое. Дальше. Дальше что мы делали? Дальше мы строили квартиру по размерам. Так, сейчас я найду, где у меня это находится. Значит, вот квартира, которую мы строили. То есть, мы посчитали, что... Первым делом, что мы делаем? Мы считаем длину и ширину максимального этого пространства, чтобы сначала строить прямоугольник. У нас получилось 2 метра 3 сантиметра, плюс 20, плюс 8, 24. У нас получилось 1047 сантиметров. Возвращаемся сюда, берем прямоугольник и строим 1047 запятая на сколько у нас здесь получилось? 512 плюс 20 плюс 196. Я уже не помню, сколько там, 700 чем-то было. Возьму калькулятор и посчитаю. 512 плюс 20 плюс 196. Равняется 728. 728. 1047,728. Enter. Вот он мой прямоугольник, моя квартира. Теперь смотрите, какая у нас еще есть вещь. Если я начертила прямоугольник и мне подходит одна из его сторон, а вторая нет, я могу исправить его только тем, что напишу только одну из них. То есть мы задаем длину и ширину двумя параметрами. Одна и другая. первая цифра это всегда по красной оси, вторая цифра это всегда по зеленой оси. То есть это у нас 614 сейчас, а это 412. Например, я хочу сделать 614 на 614. К примеру. То есть первая часть меня устраивает, а вторая нет. Что я делаю в таком случае? я пишу на клавиатуре вторую часть, которую я хочу исправить. Скажем, 700 я хочу, чтобы было 614 на 700. По зеленой оси я хочу, чтобы было 700. Я пишу запятая 700 Enter. И посмотрите, он только дорисовал эту часть. Теперь еще раз. Ctrl-Z рисую что-то. У меня получилось 821 на 430. Например, 430 меня устраивает, а 821 меня не устраивает. Я хочу, чтобы это было 500. Что я делаю? Я пишу 500 запятая Enter. И он исправил, он сделал 500 на 421. То есть если я уже начертила и хочу поменять только одну частей, я пишу до запятой или после запятой, но включая запятую тоже. Или если у вас компьютер работает через точку запятой, а не запятую, то вы значит пишите 500. Запятой Enter. Или наоборот точка запятой и потом 500 Enter. то есть это такая возможность менять размеры, если вдруг мне что-то не подходит. Здесь я начертила все правильно, что я делаю дальше. Я смотрю на свою картинку, я вижу, что у меня здесь есть внешние стены, которые не учтены, потому что вот они здесь заканчиваются. Значит, внешние стены, я вижу, что если внутренняя стена 20, значит, внешняя, наверное, если она в два раза больше, значит, она 40. я делаю Offset на 40 сантиметров наружу. Пишу 40, Enter. Вот мои внешние стены. Что я делаю дальше? Я начинаю отчитывать. Смотрите, я смотрю вот это расстояние 203 и я показываю себе, где будут проходить вот эти линии. Есть несколько вариантов. Либо сначала выставить все вертикальные линии, например, 1 вертикальная линия, 2, 3, 4, 5, 6, 6 вертикальных линий, потом все горизонтальные, 1, 2, 3, 4, 5, 6, либо чертить по каждой комнате, а потом стирать. Как вам удобнее, так и чертите. Я обычно сначала выставляю все вертикальные, потом все горизонтальные. Давайте посмотрим. Мои вертикальные 203 и потом 20. Я беру рулетку и начинаю отчитывать отсюда, от внутренней стены. 203 Enter, 20 Enter, теперь я иду, смотрю дальше. Следующая стена у меня, вот она, значит, она отсюда идет, сейчас мы посмотрим, где этот размер, вот он, 320 отсюда, 320 и следующая от нее еще 20, 20. Дальше я иду, смотрю, что у меня здесь, потом вот эта комната, она длиной 398 и потом еще 20. 398 Enter и потом еще 20. Enter. Окей, теперь я могу вставлять вертикальные линии. Значит, я смотрю, что отсюда до сюда у меня есть 196, потом 20, потом 391. Итак, 196, потом 20, потом, сколько мы, скорее, уже забыла, 391. 391. Enter. Дальше я проверяю, все ли я здесь выставила, да, дальше у нас будет, здесь надо будет немножечко поменять, но, в принципе, а, вот эту вертикальную линию я не выставила, горизонтальную линию, то есть она получается чуть ниже и не показана, насколько. Но предположим, что она такой же длины, как эта, то есть где-то 50 сантиметров вниз. Я иду сюда и пишу еще 50 сантиметров и от нее 20 сюда. Итак, теперь я, после того, как я выставила все вертикально и горизонтально, я начинаю их соединять карандашом. Я иду сюда, я знаю, что мой туалет, вот он, у него есть внешние стены, у него есть внешние стены, я смотрю еще раз на чертеж и сверяю. Значит, эта линия идет вот так. Значит, я иду и соединяю, нет, на самом деле вот она, эта комната, чтобы не запутаться, вот она, эта комната, дальше я иду, смотрю, что вот эта линия, она продолжается сюда и здесь есть такой аппендикс. Какая длина этого аппендикса не указана, как я могу это вычислить. Я знаю, что вот эта линия это 196 и посредине нее стоит дверь. Дверь она 80 сантиметров, то есть, что я делаю? я делаю 196 минус 80 получается 116. Я делю это напополам, потому что я знаю, что с обеих сторон двери одинаковые. У меня получается 58, то есть, так я вычислила, что вот эта часть 58 и вот эта часть 58, а это ровно на той же высоте, что и это, поэтому я пишу здесь 58, я возьму отсюда вверх 58, Enter, и я соединяю дальше вот так, вот так, вот так, вот так, и вот а, нет, здесь нет, смотрите, почему нет, потому что у нас здесь кухня, чуть-чуть ниже она сюда идет, поэтому мы вернемся сюда, и доделаем так, кухню, то есть, мы просто чертим, мы забыли вот здесь еще одну 20-сантиметровую комнату, Escape, мы забыли еще одну линию на толщину этой стены, давайте сделаем здесь еще 20, 20, так, то есть, у нас вот есть ванная, у нас есть одна комната, давайте прочертим ее, до сюда, у нас есть кухня, и здесь два эркера, дальше, что мы делаем дальше, смотрим дальше на картинку, и у нас получается раз, два, у нас вот здесь, давайте нарисуем вот эту арку, то есть, у нее здесь, здесь где-то 20 сантиметров, 20 сантиметров, которые мы должны соединить, то есть, мы берем отсюда, делаем 20, отсюда делаем 20, и теперь вот отсюда мы нарисуем наш эркер, поскольку у нас не указаны размеры этого эркера, не указана его глубина, мы нарисуем на глаз, мы берем раз, два, и, мне кажется, вот такая у него глубина, и, конечно же, мы берем сразу offset, и на 20 сантиметров глубину, что мы делаем дальше, мы соединяем, мы соединяем, значит, мы идем от этой стены сюда, и здесь мы соединяем, и здесь мы тоже соединяем, чтобы получилась сплошная стена, здесь мы делаем то же самое, раз, два, раз, два, три, окей, то есть у нас получается выделена, давайте пока сотрем лишние вспомогательные линии, чтобы они нас, ой, здесь мы забыли нарисовать, а, эти линии здесь не существуют, да, не существуют, мы стираем все лишнее, стираем, стираем, так, давайте посмотрим еще вот сюда, что у нас здесь вот с этим, у нас получается, что кухня и комната заканчиваются гораздо раньше, чем эркер, мы нарисовали неправильно, окей, значит, мы стираем вот эти части эркера, и получается, что, не до конца, получается, что как бы вот эта линия продолжается сюда еще, вот эта линия продолжается сюда еще, насколько у нас указаны размеры, нет, то есть глубина балкона не указана, ну, скажем, метр пятьдесят, нет, лучше два, возьмем два метра балкон, отмерим отсюда два метра, двести сантиметров, вот он наш балкон, дорисуем, дорисуем наш балкон, сотрем эту линию, сотрем вот это, и теперь мы понимаем, что вот наш эркер нужно нарисовать здесь, опять мы рисуем 20 сантиметров отсюда, включая стену, значит, сорок, 20 сантиметров отсюда, включая стену, значит, сорок, и вот здесь мы начинаем рисовать наш эркер, раз, два, скажем так, три, offset, на 10 сантиметров, мы сказали на 20, и эту тоже часть, нет, так неправильно делать, смотрите, что мы делаем в таком случае, если у нас линия разделилась на две части, мы берем select, выбираем раз, держим рукой shift, выбираем два, и вот тогда, когда мы это выбрали, мы берем offset, отпускаем shift, берем offset, и откладываем на 20 сантиметров, дальше мы уже соединяем, мы идем сюда, показываем, references, и соединяем, и здесь мы тоже идем сюда, показываем, references, смотрите, видите, появляется пунктирная линия, и мы соединяем, вот наш эркер, теперь давайте посмотрим, что у нас здесь, здесь окно балкона, и здесь окно, так, поскольку размеры не очень указаны, а вот у нас есть 320, 320 это включая все, это комнату, значит, мы рисуем на глаз, значит, у нас здесь где-то вот так, раз, два, escape, и здесь мы берем offset, там, надо выделить линии, которые мы хотим, работать с ними, offset, внутрь, на 20, enter, стираем лишнее, стираем лишнее, стираем лишнее, все соединения мы стираем, почему, потому что мы хотим поднять за один раз все стены, так, так, вот здесь, да, мы смотрим, где есть лишнее соединение, которое помешает нам поднять за один раз все стены, вот здесь, так, окей, и здесь мы смотрим, что с этой частью, здесь это чуть-чуть длиннее, туда, сюда, и вот так, давайте сделаем так, то есть мы продолжим эту линию, чуть-чуть вот сюда, делаем так, так, и так, окей, escape, выделим ее, и сделаем ей раз, два, три, четыре, offset, пусть у нее внутрь на 20, лучше у нас получилось, а, это внешняя стена, здесь не нужно было, окей, мы вот этот кусок сотрем, и здесь мы дорисуем, надеюсь, что все понятно, я вас не запутала, еще раз стираем границы между вещами, у нас здесь получилось не закрытое, почему, потому что здесь конец уже дома, мы можем стереть вот эту линию, этого уже не существует, и здесь то же самое, мы должны дорисовать вот тут, тогда всю вот эту часть мы можем стереть, и даже вот этот, ой, почему где-то у нас не соединена, где-то он не соединяется, этот прямоугольник, мы нарисуем его еще раз, раз, два, три, четыре, теперь мы можем его стереть, окей, смотрите, вот у нас получилось то, что мы хотели, еще раз проверяем, что нигде нету соединений между линиями, и поднимаем стены на раз, вот здесь у нас тоже что-то не соединено, видите, он не выделил, и здесь опять не соединено, он должен поднимать стены, здесь надо стереть линию раз, где еще, здесь что-то не соединилось, и у нас стены должны быть выделены точками, а то, что внутри стены, вот как здесь, нет, поэтому еще раз мы вот эти линии, все можем прям даже прямоугольником взять, прочертить, раз, два, перескочила, два, и здесь мы сделаем вот так, три, значит, мы просто пройдемся к рандышам, два, все, здесь где-то не было соединено, и здесь тоже раз, два, все, окей, то есть, когда фигура закрытая, оно получается так, и мы теперь можем поднять на 3 метра, раз, два, три, три, ноль, ноль, вот она наша квартира, теперь мы рисуем двери, давайте смотреть, где у нас двери, тут мы с вами вычисляли, что это метр девяносто шесть, минус восемьдесят дверь, значит, здесь пятьдесят восемь, и здесь пятьдесят восемь, начнем с этой двери, что мы делаем, мы идем сюда, и, считаем, пятьдесят восемь, энтер, восемьдесят, ширина двери, высота двери, двести десять, стандартная, и теперь мы прорезаем эту дверь, мы рисуем прямоугольник, помните, точно по размерам, рисуем прямоугольник, продавливаем пушин полом, и показываем ему глубину стены, красной точечкой я не показываю, все, дырка есть, и дальше, где там еще двери у меня есть, входная дверь, и здесь не сказано, на какой она, длине от стены, поэтому я, рисую, на какой длине хочу, скажем, вот здесь, входная дверь должна быть пошире, девяносто, высота двести десять, и я, так, я смотрю, не очень удобно, я показываю, пушин пол, есть, а, я забыла нарисовать вот здесь, смотрите, у нас здесь есть туалет, не знаю, кто его такой придумал, значит, мы рисуем, здесь вот так мы рисуем, где-то вот здесь палочку, к ней мы рисуем, как это называется, дуга, раз, ну, скажем так, кладем ее на пол, делаем, выбираем и палочку, shift, и дугу, и теперь берем offset, это делаем из нее 10 сантиметров, и здесь мне надо довести это до стены, помните, чтобы была закрытая фигура, подойду поближе, вот, окей, должна получиться закрытая фигура, поэтому отсюда я поведу сюда, и отсюда я поведу сюда, получилось закрытая, да, получилось, я поднимаю ее тоже, на 3 метра высотой, окей, дальше, где у нас есть двери, вот здесь у меня есть дверь, тоже 80, я уберу вот эту лишнюю линию, она мне не нужна, отсюда я отчитываю 80, высота 210, высота 210, и прорезаю дверь, дальше, где еще есть двери, вот здесь, тоже нету размеров, поэтому я отчитываю отсюда, например, метр, здесь дверь, которая двойная, наверное, метр 30, и опять же я вырезаю ее, показываю глубину дверей, дальше, у меня еще есть вход в туалет, вход на кухню, и так далее, ну вы поняли, дальше вы это делаете, режете все эти двери, что я делаю дальше, дальше я начинаю это все раскрашивать, и давать этому материалу, например, я не буду делать из этого балкон, я зайду в транслюс, и сделаю это все стеклянным маркером, посмотрите, главное, обратите внимание, помните, мы говорили про количество, количество сегментов, из которых сделана арка, вот они наши 12 сегментов, вот видите, как цвет разошелся, поэтому, если я возьму такой, то это не так уж будет и заметно, окей, с рисунком он будет прям сильно-сильно заметен, вот, дальше, что я делаю, ну туалет можно, наверное, тоже сделать какой-нибудь, не знаю, чтобы он не был совсем уж, прям уж, это сегодня Елена посоветовала сделать прозрачный туалет, так, и дальше я начинаю, как обычно, закачивать сюда вещи, и ставить то, что я хочу, то есть я, например, возьму камни, сделаю полы какие-нибудь, жуткие совершенно, не знаю, ну хотя бы вот так, нет, это ужасно некрасиво, ну я не знаю, вот, гранд кавер, нет, я сделаю цветом, я сделаю бетонные полы, у меня будут бетонные полы, серые, и дальше я начинаю обставлять, красить и так далее, окей, как обычно, я закачиваю все модели, иду в 3D Warehouse, Get Models, возьму себе кровать, какую-нибудь, например, bedroom, bed, да, я хочу какую-нибудь кровать, вы помните, я иду в collections, а не в models, models я убираю, я оставляю collections, вот, матутсы, например, они, конечно, тяжелые, но, в общем, это не принципиально, я беру, например, вот эту, красивую кровать, закачиваю ее, 1,3 мегабайт, она такая уж тяжелая, закачиваю ее, и ставлю в спальню, я хочу, чтобы вот это была моя спальня, я кликаю где-нибудь, вот она, и я тащу ее сюда, помните, да, чтобы установить, нужно идти по осям, то есть, я беру, по синей оси, спускаюсь вниз, чтобы поставить это вниз, подхожу поближе, и опускаю ее, до самого пола, хочу ее развернуть, чтобы она была лицом туда, да, не забудьте прорезать окна, у нас вот здесь, вот это все окна, посмотрите на чертеж, да, то есть, вот у нас, здесь, куда я поставила кровать, здесь есть окно, вот это все балкон застекленный, и это все балкон застекленный, здесь есть окна, не забудьте их прорезать, и так далее, в общем, я обставляю эту квартиру целиком, и полностью, так как я хочу, а хочу я как? Помните, про домашнее задание с прошлой, с прошлого урока, на котором мы говорили о том, что вы должны подойти, к своим близким и друзьям, спросить у них слово, и слово сделать, слово расписать на концепцию, из концепции сделать законы, так вот, значит, по этим законам, которые вы создали, вы начинаете обставлять эту квартиру, то есть, у вас есть готовая концепция, и законы, и вы начинаете обставлять эту квартиру, и красить ее, по тем законам, которые созданы по концепции, которые созданы по слову, которое вам дали ваши знакомые и близкие, это ваше домашнее задание надеюсь все понятно